Привет-привет, друзья! Добро пожаловать в русский подкаст, где мы изучаем русский язык только на русском языке. Я объясняю вам сложные слова простыми словами. Если вам нравится моя работа, если вы хотите получать подкасты и видео каждые пять дней, приходите в мой клуб Дача. Если вы возьмете годовой абонемент, вы получите все-все-все-все подкасты и видео, которые я записала на даче с начала клуба. А сегодня наша тема это медведь, медведи. Сегодня мы посмотрим на выражения, в которых есть слово медведь, медвежий. Это обогатит ваш словарный запас. Словарный запас значит лексика, и обогащать, обогатить значит сделать лучше, богаче. Эти выражения обогатят ваш словарный запас. Запас это как резерв. Обогащать, обогатить, сделать богаче. Давайте начнем! Сначала давайте посмотрим на слово медведь. Очень интересно, правда, интересное слово. Может быть, вы не знаете, что это слово происходит от слова мед. Мед это сладкий продукт, сладкая субстанция, которую делают пчелы. Пчела это в лесу, на природе, такое насекомое, маленькое, маленькое животное, которое делает ззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззз И они делают нектар, мёд. Сегодня мёд можно купить, очень просто. И медведь – это животное в лесу, по легенде, любит мёд. Медведь – это значит животное, которое ест мёд. Едь – это от слова есть. То есть мы характеризуем это животное, говоря о том, что оно любит есть – медведь. Но раньше у славян было другое слово для слова «медведь», но это было табуированное слово, то есть люди так боялись медведей, они не хотели даже произносить, говорить имя этого животного, название этого животного. Это как в Гарри Поттере «Волан-де-Морт» мы говорим «тот, кого нельзя назвать». И также с медведем это животное было таким страшным. Люди думали, что если они скажут его название, оно придёт к ним в дом. Поэтому они говорили не это название, которого уже нет. Они говорили «тот, кто ест мёд» – медведь. Вот такая интересная история слова. А теперь давайте посмотрим пять выражений, в которых у нас есть слово «медведь» – медвежий. Первое выражение, то есть идиома – это «медведь на ухо наступил». Медведь на ухо наступил. Ухо – это наш орган, благодаря которому мы слышим. «Наступать». «Наступить» значит ходить ногой по этому. У нас ребёнок в квартире играет, везде игрушки, и мы можем наступить на игрушку. Особенно неприятно наступить на лего. Да, «наступать», «наступить на». Медведь на ухо наступил. Что значит «медведь на ухо наступил»? Это значит, что мы плохо поём или плохо играем на музыкальном инструменте. Значит, у нас нет слуха. Слух, музыкальный слух – это когда мы можем красиво петь или играть. Например, мы в компании друзей, кто-то играет на гитаре, все поют, и Ольга не поёт. Я говорю «Ольга, ты почему не поёшь? Давай с нами!» Она может сказать «Ой, нет-нет, мне медведь на ухо наступил». Это значит, я не могу петь, у меня плохой слух. «Медведь на ухо наступил». Или, например, семья музыкантов. Папа играет на пианино, мама на флейте, сестра на гитаре, брат, например, на скрипке. И только один брат, младший брат ни на чём не играет. Мы можем спросить «Почему?», И Антон может сказать «Ой, у меня вся семья музыкальная, но вот мне медведь на ухо наступил». Медведь на ухо наступил. Второе очень интересное выражение – это «медвежья услуга». Медвежья услуга. Медвежья значит «медведя», это «медведь» это делает. И «услуга». Услуга здесь значит какая-то помощь, когда мы хотим помочь человеку. Услуга. Мы говорим «оказывать», «оказать услугу». Можно тебя попросить об одной услуге. Можешь мне помочь, можешь передать письмо моему другу в Санкт-Петербург, например, или в Киев. Медвежья услуга – это когда мы хотели помочь человеку сделать что-то хорошее, но в реальности мы делаем только хуже. Да, медведь, он такой большой, у него большие лапы. Лапы – это руки животного. Он хочет нам помочь, но не может. Он делает только хуже. Например, если медведь хочет нам дать тарелку с супом, я думаю, что ничего хорошего не получится. Суп будет везде, на столе, на одежде, на полу, потому что медведь, он неуклюжий. Неуклюжий значит он не очень эффективно делает вещи. Медвежья услуга – оказывать, оказать медвежью услугу. Например, две подруги говорят, и одна подруга недавно рассталась с мужем, развелась, да, развод, когда люди не вместе больше. Они говорят, первая подруга говорит, ну как ты себя чувствуешь? И вторая говорит, ой, слушай, неплохо, но я чувствую себя одинокой, мне как-то грустно в последнее время. Ну, всё будет хорошо, всё будет хорошо. Я думаю, что всё к лучшему. И тогда первая подруга хочет помочь подруге, и она звонит бывшему мужу и говорит, ой, Алёна так по тебе скучает, она хотела бы снова быть вместе с тобой, но Алёна просто хочет начать всё сначала, начать новую жизнь. И тогда муж звонит Алёне и говорит, вот, давай попробуем ещё раз, может быть, у нас что-то получится. Почему ты говоришь своим подругам обо мне? Первая подруга, Оля, например, оказала Алёне медвежью услугу. Она хотела как лучше, но получилось только хуже. Или ещё один пример. Мы у друзей в гостях, например, в Нью-Йорке, и нам нужно ехать в аэропорт. Мы хотим поехать на метро, и потом на поезде, на электричке до аэропорта. Но наша подруга говорит, нет-нет, я хочу, чтобы ты поехал с комфортом, я тебе закажу такси. Мы говорим, нет-нет, на общественном транспорте, на публичном транспорте будет быстрее. Нет-нет-нет, я хочу тебе заказать такси. Она заказывает такси, и мы попадаем в большую-большую пробку. Пробка – это много машин. Мы очень нервничаем, и в итоге, когда мы приезжаем в аэропорт, у нас 30 минут на всё, очень большой стресс, и подруга нам оказала медвежью услугу, потому что она хотела как лучше, но в итоге мы чуть не опоздали на самолёт. Чуть не – значит почти. Чуть не опоздали на самолёт. Вот так, дорогие друзья. Осторожно, когда помогаем друзьям. Осторожно, чтобы не оказать медвежью услугу. Ещё одно выражение – это делить шкуру неубитого медведя. Делить шкуру неубитого медведя. Неубитый медведь – это медведь, которого мы не убили. Сейчас медведей уже мало в лесу. Они есть, например, в России, на Камчатке. В Карелии тоже, я знаю, есть медведи. Но раньше это было и опасное животное. И также люди их убивали, чтобы делать себе одежду. Убивать – убить, значит взять жизнь у человека, у животного. Шкура – это как одежда медведя. У него нет одежды, у него есть шкура. Шкура – это одежда медведя, это его кожа. Делить-поделить – значит говорить, что это мне, это тебе. Делить-поделить. Если мы нашли миллион рублей, мы можем сказать, а я нашёл эти деньги, я беру 70%, а ты берёшь 30%. Это делить. Делить шкуру неубитого медведя – значит мы ещё не получили деньги, мы ещё не получили что-то хорошее. А мы уже говорим, что мы будем с этим делать. Мы ещё не убили медведя, а мы уже думаем, что мы будем делать со шкурой. Это делить шкуру неубитого медведя. Например, люди купили лотерейный билет вместе, они ещё не выиграли деньги, но они уже фантазируют, что они будут делать с этим миллионом евро или долларов. Один говорит, я хочу купить дом. Другой говорит, я хочу устроить, организовать огромную вечеринку, праздник. Это делить шкуру неубитого медведя. Или в бизнесе. Две подруги начинают новый бизнес вместе, они бизнес-партнёры, они ещё ничего не заработали, но одна говорит, что я хочу получить минимум 20 тысяч долларов в первый месяц. А вторая говорит, а я хочу получить 50 тысяч долларов. И тогда первая может сказать, ой, мы ещё ничего не заработали, «Давай не будем делить шкуру неубитого медведя». Делить шкуру неубитого медведя. Ещё одно выражение, менее популярное, но также можно его встретить, это «медвежий угол». «Медвежий угол». «Угол» здесь значит какое-то место, обычно такое секретное место. «Медвежий угол» значит место далеко от цивилизации, где мало людей, да, «медвежий угол». Например, мы хотим купить дачу, мы можем купить дачу недалеко от железнодорожной станции, от небольшого вокзала, где много других дач, или мы можем купить дачу далеко от цивилизации, на берегу озера, где никого нет, электричества нет, воды нет в медвежьем углу. И тогда мы можем сказать, ой, мы купили дачу, ой, это на берегу озера, там так красиво, так спокойно, ну, это такой медвежий угол, туда нужно ехать пять часов от города, и потом электричества там нет, воды нет, магазинов нет, он просто медвежий угол. Еще одно выражение – это давить медведя, давить медведя. Вообще давить – это значит, как давление, стресс какой-то на что-то. Например, можно, чтобы делать вино, давить виноград. Виноград – это фрукт, из которого мы делаем вино, можно давить, давить виноград. Или в транспорте, когда много людей вместе, есть давка, люди давят друг друга. Но давить медведя значит очень долго и очень хорошо спать. Да, давить медведя. Мы много работали на неделе, очень устали. Нам друзья говорят, ой, пойдем в поход, в лес, будем там отдыхать. Мы можем сказать, ой, нет-нет-нет, в эти выходные я так устал, я так устала, я буду давить медведя. Я редко слышала это выражение, Ну, хорошо это знать. Буду давить медведя, крепко спать. И последнее выражение – это не совсем выражение, это скорее как эксперимент. Это эффект белого медведя. Это из книги Толстого, Льва Толстого, профессор психологии Даниэль Вагнер написал об этом эффекте. Он прочитал книгу Льва Толстого, воспоминания, мемуары, где Толстой говорит о такой сцене, когда он с друзьями пробуют не думать о белом медведе. Но они не могут не думать о белом медведе, они думают обязательно о белом медведе. Эффект белого медведя – это когда нам говорят, что мы не должны, не должны думать о чем-то. Это очень-очень сложно, когда нам говорят не думать о чем-то, мы будем об этом думать. Вот так, эффект белого медведя. Ну что, дорогие друзья, сегодня мы видели выражение с медведем. Медведь на ухо наступил. Медвежья услуга. Делить шкуру неубитого медведя. Медвежий угол. Давить медведя. И эффект белого медведя. Вот так. Такие интересные выражения. Надеюсь, что вам понравилось. Используйте их. Используйте их в вашем русском языке. Это очень обогатит ваш язык. Сделает его лучше и богаче. А я вас еще раз приглашаю в свой клуб «Русская дача», где вы можете прочитать транскрипцию этого подкаста. Также у меня на сайте покупайте PDF-книги, пакеты транскрипций для первых подкастов и упражнения на перевод. До скорого! Пока-пока! Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok